Давайте начнем потихонечку нашу презентацию. Здравствуйте! Сегодня замечательный повод. Вышла вторая книжка «Сказки людей и горы Потоков». Ее очень хочется рассказать, во-первых, что это для нас вершина, огромная благодарность, что пришли и поддержали нашу инициативу. Для меня книга – это вершина огромного айсберга, очень большой дискуссии про цигун, про его искусство, которое только-только начинается. Книги чуть больше, там, двухсот страниц. А за то же время мы провели много мероприятий, отчеты по которым 800-1000 страниц. Много. Каждый день приходят люди на занятия и по минутке, по две мы с каждым разговариваем в конце занятия. Но это каждый день, каждый день, каждый день. И поэтому вот эта тема цигуна, тема дыхательных упражнений, медитативных практик, она постепенно обрастает подробности. То есть мы с вами вместе практикуем и постепенно появляется то, о чем интересно говорить. И это самое главное. То есть, по сути, получилось вторую книгу сделать вот так, как на нас приедет дискуссия. То есть для того, чтобы те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, то, что происходит с нами в жизни, да, в нашей такой тренировочной, на наших мероприятиях, чтобы оно все нашло какое-то свое отражение и было записано в виде таких историй, в виде каких-то вопросов на твиттер. В книжке две самые главные, как бы, страницы, да, то есть первая и последняя. То есть я честно скажу, да, что вот с этой стороны мы собрали отзывы людей, которых мы считаем, как бы, да, нашими инфлюенсиями, да, то есть мы считаем, как бы, что они амбассадоры, да, собственно, цигуна, здесь Екатерина Андреева наверху, вы знаете, да, что она занимается давным-давно цигуном, железным человеком, два раза в неделю приезжает после эфира в 22.15 и занимается. Вот. Происходит это с 2006 года. Вот. И все, кто здесь дальше, здесь у нас Теллеров, это Форбс, мы тоже сделали с ними шикарный проект. Собственно, благодаря Форбсу вообще появилась идея книжки писать. Потому что они попросили прочитать лекции. Я говорю, ну, знаете, я лекции, честно говоря, не читаю, я занятия могу провести. Они говорят, нет, у нас бизнесмены, нам обязательно нужна лекция, и желательно, чтобы что-то вы рассказали. Я говорю, ну, хорошо, честный человек, я должен был потренироваться, но я прочитал пять лекций, из них, собственно, первая книжка собрала. Мне так понравилось, что я еще не останавливался. Вот. И третий отзыв такой от Григорий Кричевский, профессор высшей школы экономики, он коммуникационщик такой, настоящий, махровый, да. То есть, он говорит, что самый главный диалог, да, то есть, самое главное общение, и что в той мере, в которой Цигун помогает нам здоровье строить и взаимопонимание создавать за счет парных отражений, за счет у школы, великое дело. Вот. Посмотрите, здесь отзывы дальше. И Оксана Разумова, и Вячеслав Крискевич, и Крова. Оксана Разумова — это фонд «Друзья», тоже человек, который занимается индивидуально. Что здорово, что я замечаю, что всякий человек, у которого есть свое мастерство, свой профессионализм, своя внутренняя магия, он в Цигуне всегда чувствует поддержку для этой своей внутренней магии. Потому что, как только мы начинаем дышать глубоко, как только мы расслабляемся, то появляется питание для нашего главного тела. То есть, по сути, у нас у каждого есть основное занятие. Вот такой философ, китайский Мэн Дим, он говорил, что у человека, в принципе, одна задача — укреплять свое основное занятие. То есть, есть какая-то вещь, которую мы с вами делаем хорошо, благодаря которой мы всем полезны. И моя мысль такая, что Цигун может быть полезен этому нашему головному занятию. Потому что, когда мы счастливы, когда мы расслаблены, когда мы подвижны, когда мы играем, когда у нас тело счастливое, конечно, наша основная работа — она кипит. То есть, она получает какую-то такую живую медведь. И это всегда заметно. Это всегда заметно. Поэтому надо уделить время себе, и тогда дело будет лучше происходить. Отдельно, конечно, вот Вячеслав Крискеевич тоже. Как раз он порекомендовал Кате заниматься, Андрей, в 2006 году сам с тех пор тоже занимается. Тоже беликий человек. Маша Катюрина, да, наш любимый бизнес-тренер. Вчера заходила, всем вам привет. Она занимается с 2020 года. То есть, с 2020 года. За это время. Бизнес построила. Троих детей приняла, да, 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 но все. То есть, для меня вот этот человек чем важен, да? Маша показывает, что цигун очень экологичная штука. То есть, он как-то пристраивается к нашей жизни так, чтобы он не могли свои вопросы решать и поддерживать эту жизнь. Вот это самое главное. Самое главное, что это определенная экология жизни, которая дает возможность быстро развиваться, интенсивно работать, хорошо отдыхать. Тома Мэра, да, ну что сказать, да, это все. И представитель остеопатии, и представитель движения, профессиональный танцор, она тоже часто у нас бывает. И цигун тоже рекомендует, как одну из практик, интересных, великих мыслей. Большой диалог ведем. Роман Карасев. Основатель школы Рока Цзюдо. Роман, спасибо огромное за отзыв. Очень ценно для меня, что мы, как цигун, со всеми говорим о здоровье. Через парные упражнения мы говорим о коммуникации со всеми. И через наше джюдо-шоу мы потихонечку начинаем общаться с другими боевыми искусствами. И вот Роман, один из тех мастеров, которые этот диалог с нами ведут. Роман занимается джюдо великой дисциплиной японской. И мы находим много сходств в мягком пути джюдо и том-то шоу, которое мы делаем, с удовольствием общаемся и продвигаем этот вопрос. Спасибо огромное. И от Айкидо Андрея Мамаев. Андрей, спасибо огромное. Тоже отзыв вошел в главу про отзывы друзей. Через Андрея мы ведем диалог с великой системой Айкидо. И для меня очевидно, что большая взаимная польза для наших искусств будет, когда мы наш опыт сопоставим и двинемся вместе с ним. Это, наверное, такая страница, которая показывает, что цигун много кому годится и может встроиться в жизнь успешных и важных для нашей современной жизни людей. И, конечно, мы этому факту очень рады. Вместе с ними про цигун больше людей узнает. Больше людей приходит заниматься, больше вопросов, и мы стараемся на них более плотно отвечать. И растет уровень нашего искусства. И, конечно, еще одна важная страница – это благодарности. То есть это первая, собственно, страница. Здесь с конца начнем. Значит, сначала Оксана Черганцева, наш главный редактор, который много-много часов. Оксаношка, спасибо огромное. Потому что сборка текста, да, сборка текста. То есть выглядит, как такая маленькая книжка в руках. Ну, вот эти вот, как бы, все часы, как бы, работы, да, то есть это такое… Ну, пока не занимаешься этим, то есть не представляешь, насколько энергия и время, да, в нее концентрируются, да. То есть, насколько часы и часы и часы обсуждений, да, в какие-то маленькие странички, да, собирается. Вот. Это, конечно, чудо, какая-то кристаллизация происходит информации, да. И я рад, что мы этот процесс потихонечку, потихонечку осваиваем. Вот. Виктория Мартышева, да, потому что она организует, собственно, деятельность Академии, наш онлайн и инструкторский курс собирает. Собственно, во многом книга появилась благодаря тому, что мы готовим инструкторов по циклу, и следующей зимой первые десять человек у нас будут выпуски. Вот. Это большое счастье. То есть, когда мы об этом задумывались, казалось, что это неподъемная совершенно задача. Вот. Ну, задача оказалась еще более неподъемная, чем мы думали в начале, но очень интересно и здорово. Артем Хабиев. Артем. Спасибо за внимание. Без бизнес-процессов студии ничего бы у нас не получилось, потому что вы можете сюда прийти, заниматься и потихонечку, да, как бы, встречаться с искусством. Встречаться с искусством. Вот. Именно благодаря тому, что, как бы, все здесь налажено, что всегда мы можем здесь встретиться и пообщаться. Именно благодаря этому вот эти все невидимые процессы, да, то есть всегда за любой красивой картинкой, да, стоят хорошо отлаженные процессы, которых не видно. Да. Без них ничего не получается никогда. Да. Невозможно сделать, невозможно стать полезным для людей, если бизнес-процесс не отлаженный, если расписание не работает. То есть, конечно, коллектив студии и Артем, да, лично здесь огромную роль играет, потому что все должно происходить, как административная часть бизнеса должна протекать в гармонии. Да. Да. Вот. Дальше, конечно, я благодарю всех, кто участвовал в данном обсуждении, в лекциях, в семинарах, да, потому что, мы про это сказали, книжка – это самая вершина картинка. Без той дискуссии, которую мы ведем с вами каждый день, не находятся те ключевые вопросы, которые вам интересны, в которых, как бы, ваш интерес становится, как бы, настоящим. То есть, когда вы эти вопросы задаете, я очень радуюсь. Чем круче вопрос, тем больше моя радость. Потому что, по сути, если за день удалось, как бы, услышать несколько вопросов, или даже один вопрос серьезный, все, я понимаю, что процесс идет туда, куда надо. Мы изучаем ум, строим науку, это очень здорово. Дальше такой скачок идет, да, и мы тут должны поблагодарить наших наставников и линию передачи, да. То есть, вся наша студия, она организована вокруг этого места. Вокруг вот той большой фотографии нашей маленькой китайской семьи, там, на фото, и вокруг вот трех портретов здесь будут, да. То есть, это мои наставники, вот, а это, как бы, собственно, вся наша маленькая китайская школа. Ну, по разным оценкам сейчас в мире занимается порядка трехсот пятидесяти тысяч человек. Чтобы вы понимали размер этой корпорации. Мы в ней занимаем какое-то маленькое, маленькое место в самой середине, но у нашей команды номер один. Да, номер один, да. Почему? Да, потому что мой учитель огромно на себя взял роль, как бы, в организации всех этих международных конференций. Он просто сказал, ну вот, а у них будет номер один. Вот, поэтому спасибо ему огромное. Ну, и, собственно, цигун невозможно придумать. Цигун – это технологии, то есть, вот мы с вами занимаемся с палочкой бань, это восьмой век. То есть, с восьмого века китайские вектора придумали, что нужно так заниматься, и есть линия передачи. И все эти упражнения, они нам через эти двенадцать веков, как бы, переданы по, так сказать, определенной линии передачи. И, конечно, наши учителя – это наше всё. Ну, я, честно говоря, уже год у него в Китае. Сложно, 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 потому что хочется уже к учителю приникнуть, много вопросов, много накапливается внутреннего напряжения, которое, конечно, он разрешит. Что сказать, да, то есть, в том, что мы с вами делаем, то есть, да, в цигуне, то есть, это благодарю родителей, безусловно, то есть, отца. Мама, он такой карамельный инженер, серьёзный был, проектировщик. Ну, и в том, что мы делаем, конечно, много вот того, чему он меня учил. И мама, она профессиональный психолог. То есть, ну, вот, наверное, в следующей книжке уже получится немножко статистику применить. Она говорит, что в правильном направлении мы движемся, приближаемся постепенно к науке. Вот, и это здорово. Что ещё? То есть, конечно, много происходит событий, чудесных, много людей дополнительно мы встречаем, не всех здесь мы упомянули. И всё равно мы всех благодарим. И поднялись на самый верх. Благодарим Лену Милину за организацию студии и за огромную пользу. Спасибо, потому что огромное значение имеет то, что есть это место, где мы все можем встретиться, где мы все можем собраться, где все эти сложные процессы должны разворачиваться. То есть, у школы должно быть место, и тут, конечно, огромная благодарность. Спасибо. 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 Вот. Это то, что касается вот как бы первой, последней страницы. То есть, это самые эмоциональные штуки, да? А что внутри? Внутри такой большой обстоятельный разговор о методе школы, то есть о том, что лежит в ядре нашей практики. То есть, учитель про это всегда очень просто говорит, что мы опинаемся на покой. То есть, чем глубже будет наш покой, тем мощнее будет наше движение. Изучение покоя и погружение в это состояние в целом – это основная наша с вами работа. То есть, мы учимся как медитировать, как дышать, как выстраивать положение всего тела, чтобы наше собственное сознание очень-очень-очень успокоилось. То есть, пока мы с вами не будем как гора спокойны, наше движение не будет как ветер. Так устроено. Так устроено, что мы должны постараться стать тише-тише, тише-тише, спокойнее, глубже погрузиться в покой. Там самое начало. Каждое наше занятие, оно все равно начинается и заканчивается этим. То есть, это главный момент. Поэтому здесь есть отдельные главы про то, как мы с вами дышим, как мы с вами медитируем. Конечно, есть история про школу. То есть, мыслить школой очень интересно. Очень интересно, да? То есть, как любой вопрос в образовании, он классный, он здоровский. У него есть одна особенность. Правильно ли мы все делаем, станет понятно через 25 лет. В этом как бы есть. Ну, главное испытание, да? Мы не можем непосредственно понять, как все это пойдет. То есть, вот мой учитель по буддизму, он говорит, что, ну, говорит, здорово, так все. Но понимаешь, что все, 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 что мы сейчас закладываем, оно сыграет через 25 лет. По-настоящему, да? Когда это все дойдет туда, куда оно должно дойти, да? До тех, как лиц. Потому что я вот пришел к учителю в 2005 году. Вот 15 лет безвылазно, да? Не об этом, да? Вот я сейчас начинаю понимать, что он говорил в 2005 году. Так, слегка. Да? Ну, так устроено, да? Что, как бы, понимание требует времени. И невозможно сразу прыгнуть. Все происходит очень постепенно. Поэтому, вот, поэтому мыслить школой вот этими длинными циклами очень-очень-очень интересно. Ну, я, конечно, вас приглашаю, да? То есть, вторая мысль, что в школе, да, в школе есть расписание, есть отдельные предметы. То есть, все, чем я занимался во всю свою, там, свою 30-летнюю практику, у нас теперь есть как отдельные классы. То есть, все главные технологии, которые я за это время увидел, я все, как бы, превратил в отдельные занятия, в которые можно каждую неделю прийти. или позаниматься уже. То есть, что это, да? Это цибулка. Это растяжка. Это неподвижная медитация, да? Это бага, очень. Движение по кругу. Это парные упражнения, да? Это пульшок. То есть, все, что я делал долго-долго-долго, я все собрал в расписание. Да? То есть, я это все превратил, все идеи от всех своих учителей, главных на станцию, все превратил в отдельные уроки. Чтобы мы за одну неделю могли про все главные вопросы поговорить на занятиях и все это поделать. Вот это то, что нужна система, да? То есть, все тренеры, вот в этот момент, согласно кивая, нужна система. Мы не можем с вами, да? Мы не можем. То есть, как учитель, когда произносил речь, все, жил бы, да? Мы позанимались в Китае на семинаре. Что он говорил? Он говорил, ну, как пленетесь, надо базу нарабатывать. Вот, и, как бы, в шутку, там один из наших друзей, хороших, он говорит, я не все китайский понял, я понял одно. Базу на беречье надо. То есть, есть упражнения, которые нужно делать каждый день. Через них мы все понимаем про себя, все понимаем про свою природу, про свое дыхание. Они не очень сложные, да? Надо думать про центр, дышать глубоко, расслабляться, делать шаги базовые. То есть, самые простые вещи. И это все дает, эта система дает, как бы, всегда результат. Она дает нам наработку, она дает нам гумф, мастерство. То есть, со временем это и превращается в нашу, в нашу искусство. Вот. И мыслить такой школой, да? То есть, это очень-очень-очень эффективно. позволяет нам всем заниматься классно на уровне, вот, самых лучших, да, методик китайских, которые, в нашем деле, самые главные, да, на самом высоком традиционном уровне. Еще несколько глав в книжке, они про такой личный путь в искусстве. То есть, мы все с вами занимаемся, приходят занятия, и наступает момент, когда что мы хотим? Мы хотим сами позаниматься. Вот, чтобы никого не было, а мы сами... Спасибо. Спасибо.